Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск в студии новостей Анны Хамбир. Сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Как белая форума там встала, я не торопись, сели тихонечко, и все хлопали. И я такая тяжелая, я еле до пользы дотащила и уехала. Вера Александровна Ермакова побывала в Кремле и получила почетную грамоту от Владимира Путина. Что касается давления на суд, я высказываю свое личное мнение. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина в очередной раз собрала журналистов в зале городской администрации, чтобы высказать личное мнение об уголовном деле своего зама. Этот зал не может вместить всех достойных людей, кто сегодня действительно заслуживает поощрения Республики Карелия. Полсотни человек, представители самых разных профессий, получили награды России и Карелии. А теперь обо всем подробнее. Сегодня глава Республики вручил государственные награды Российской Федерации и Республике Карелия работникам культуры, образования, науки, медицины и социальной сферы, а также представителям бизнеса Республики. Среди награжденных оказался и наш коллега. Торжественная церемония состоялась в Национальном музее. Всего наградили 48 человек. Репортаж Максима Смирнова. Обращаясь к лауреатам государственных наград, Александр Худилайнин отметил, в Карелии за последние годы проделана огромная работа по продвижению имиджа региона на общероссийском уровне. И во многом благодаря профессионализму и труду тех, кто собрался в зале благородного собрания. Поздравляю вас с этим знаменательным событием. Понимаю, что этот зал не может вместить всех достойных людей, кто сегодня действительно заслуживает поощрения Республики Карелия, кто сегодня заслуживает поощрения Российской Федерации. Но я уверен, что в этом зале с каждым разом будет больше и больше награждаемых. Распоряжением президента Российской Федерации почетными грамотами президента страны в этом году награждены Эрнест Ивантер, декан эколого-биологического факультета Петрозаводского университета и артист театра драмы Александр Лисицын. Награды получаются всегда приятные, а служба, она есть служба. Но хотелось бы не служить, а творчество. Служба, она служба. Не работать, творить. Указом главы Карелии награды вручены заслуженным деятелям науки, медицины, культуры. В этом году звание заслуженного журналиста присвоено руководителю Центра социальных и политических исследований Карелии Анатолию Цыганкову. Я благодарю всех, кто содействовал в получении данной награды. Хочу сказать, что журналистика, социальное служение обществу, работа публичная. Поэтому, безусловно, сколько мнений, столько и оценок о журналистах и редакциях. Совершенно все разные редакции, у всех вся политика. Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Самое главное, чтобы мы были объективны. Вручены и почетные грамоты работникам различных сфер. Александр Худиланин отметил, что сегодня бизнес республики заслуживает особой похвалы. Среди заслуживающих высокую оценку – Соломинский лесозавод. Наше предприятие вошло в федеральную целевую программу развития республики Карелия до 2020 года. Своей стороны, мы по этому приоритетному инвестиционному проекту обязуемся привлечь инвестиции, которые уже начали привлекаться. Это 530 миллионов рублей. Это в рамках этой программы. В этом году особую благодарность заслужили все поисковики. За активное участие в проведении мероприятий, связанных с общенародным праздником, 70-летием победы в Великой Отечественной войне, руководителям поисковых отрядов вручены благодарственные письма руководителя администрации президента России Сергея Иванова. Заслуги наших земляков отмечают и на самом высоком уровне. Председатель Петрозаводской организации «Жители Благатного Ленинграда» Вера Александровна Ермакова получила из рук президента Владимира Путина почетную грамоту и букет цветов. После возвращения из Москвы мы встретились с Верой Александровной. Вера Александровна Ермакова вошла в число 200 россиян, которые получили почетные грамоты президента России. Ее пригласили в Кремль, и свою грамоту она получила лично от Владимира Путина. Как одно мгновение, знаете, вот как во сне. Я не случайно, когда мне позвонили, я думала, это розыгрыш. Как белая ворона там встала, я говорю, не торопись, сиди тихонечко, и все хлопали, и я такая тяжелая, я еле до поезда дотащила и уехала. На вручении в Кремле были люди со всей страны. Вере Александровне вручили грамоту за трудовые успехи, добросовестную работу и активную общественную деятельность. 48 лет она проработала в школе. В начале 90-х годов была депутатом Верховного Совета Карелии и уже 22 года возглавляет организацию жителей блокадного Ленинграда. Вера Александровна родилась в Ленинграде в день ожесточенных обстрелов города 18 июня 1941 года. Бомба попала в родильный дом. Ударной волной новорожденную девочку выбросила через окно на улицу. Роддом бомбили, почти все погибли, а я с вивальничком зацепилась за тополь. И вот осталась жива. Вместе с другими блокадниками Вера Александровна старается сохранить память о том тяжелом времени. В обществе издали несколько книг воспоминаний. С уроками мужества объездили многие школы Карелии. Каждый год 8 сентября и 27 января проводят встречи блокадников, живущих в Карелии. Было 2000, потом меньше. Сейчас уже осталось где-то около 300, но мы все равно встречаемся. Те, кто не двигается, навещаем дома. Энергии Веры Александровны можно позавидовать. Она занимается танцами, гимнастикой, скандинавской ходьбой. Круглый год купается в Онежском озере. Делает своими руками знакомым блокадникам подарки к праздникам. Свой девиз она повторила нам несколько раз. Никакой личной жизни, только общественная. Сегодня мэр Петрозаводска Галина Ширшина вновь дала пресс-конференцию в защиту своего заместителя Евгении Сухоруковой. Напомню, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, которое Сухорукова совершила, будучи заместителем главы администрации Прионежья. По версии следствия, тогда Прионежская администрация изменила разрешенный вид использования земельного участка и отдала особо ценные земли сельхозназначения под коттеджное строительство, причинив тем самым окружающей среде ущерб в 69 миллионов рублей. На пресс-конференции Галина Ширшина сразу заявила, что сомневается в обоснованности обвинения против Евгении Сухоруковой. На мой взгляд, никаких нарушений со стороны Евгении Александровны Сухоруковой, никаких нарушений закона со стороны Сухоруковой осуществлено не было. Мэр считает, что уголовное дело в отношении ее заместителя имеет политическую подоплеку и направлено против партии Яблока. Кстати, журналисты без труда припомнили, что теми же самыми словами и ту же самую тему неоднократно на своих пресс-конференциях комментировал ныне беглый политик и бизнесмен Василий Попов, а совсем недавно депутат фракции Яблока Эмилия Слабунова. И все говорили одно и то же, защищая бывшую прионежскую чиновницу. Галина Ширшина и сама уже провела не одну пресс-конференцию по уголовным делам против яблочников. Из последних в марте этого года. Тогда Галина Ширшина выступила в защиту депутата Петросовета Ольги Залецкой. Сегодня журналисты спросили мэра, почему она так часто зовет их обсуждать уголовные дела и так редко городские проблемы. Поскольку очень большой общественный запрос, мы сейчас в информагентстве Республика запускаем проект по городским проблемам, городской аудит, мы приглашаем вас к диалогу. С удовольствием. Часто нам звонят общественники и говорят, что они не могут до вас достучаться. Какие-то вопросы по школам, по транспорту, еще что-то вы часто комментируете вашим словом «я так решила». То, что какие-то вопросы я не комментирую, да, это мое право, оно и есть такое право у меня. Что касается каких-то моментов кадровых, вы уже все знаете эту тему, зачем возвращаться к ней постоянно. Кадровые решения принимаются исключительно, исходя из того, соответствует человек занимаемой должности или не соответствует. И если есть вопросы к его работе и претензии к его работе, почему я должна поднимать какие-то моменты, которые я считаю ненужным поднимать. Спросили мэра и о том, чего она в итоге хочет добиться, выступая с публичными заявлениями о поддержке фигурантов уголовного дела. Мне кажется, что подобная пресс-конференция, официально собираемая на этот город, фактически является давлением на суд. Что касается давления на суд, я высказываю свое личное мнение, и каждый человек в нашей стране может высказать свое мнение по любому вопросу, в том числе по вопросу судебному. А я не являюсь тем человеком, который может оказать давление на судью. Галина Ширшина также добавила, что сделает все возможное, чтобы добиться справедливого решения суда. Приговор Евгении Сухоруковой по делу о земле в Коронежском районе будет вынятен в следующий понедельник, 2 ноября. Корейские депутаты не будут ограничивать сбор лесных ягод. Об этом заявил зам председателя парламентского комитета по природным ресурсам и экологии, член фракции ЛДПР Евгений Беседный. Депутат опроверг информацию, появившуюся в интернете, о том, что ЗАГС собрания якобы собирается ограничить сбор ягод. В ЛДПР заявили, что эту тему действительно поднимали на Комитете по природным ресурсам и экологии. Однако речь шла о борьбе со скупщиками ягод. Министерство пожаловало с депутатом на то, что государство недополучает налоговых сборов с этих организаций. Люди себя не регистрируют и не выплачивают налоги. Так пояснил Беседный. В целом же депутаты от фракции ЛДПР заявили, что они против ограничений для жителей Карелии по сбору ягод. Жители отдаленных населенных пунктов республики должны иметь возможность зарабатывать, считают депутаты. И это направление должно быть доработано исполнительной властью. А процесс приемки собранных людьми ягод следует поставить под более тщательный контроль. Закупку ягод, по мнению депутата от ЛДПР Евгения Беседного, нужно организовать на государственном уровне и в каждом районе создать специальный пункт приема. Теперь коротко о других событиях в республике. Глава Карелии провел переговоры с руководством китайской компании Чунхуэй, которая специализируется на добыче и обработке камня для использования его в строительстве. Инвестор намерен создать в республике новое производство. Китайские бизнесмены уже побывали на нескольких карьерах в Карелии. «Мы увидели, что Карелия очень богата природными ресурсами и хотим привнести в республику современные технологии и открыт для корейского камня рынок сбыта в Китае», – сказал генеральный директор камнедобывающей компании Ван Зан. Власти республики со своей стороны предложили варианты поддержки инвестиционной деятельности. Сотрудники регионального МВД возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» по факту погрома в подъезде на Мичуринской в Петрозаводске. В ночь на 24 октября группа нетрезвых молодых людей в доме номер 64 на Мичуринской повредила почтовые ящики, сломала металлическую дверь в подъезде, разбила стекла. Ущерб составил 45 тысяч рублей. Из шестерых злоумышленников, которых в ту ночь задержала, а потом отпустила полиция, двое молодых людей признали свою причастность к преступлению. Также продолжается проверка по факту угроз физической расправой, которую молодые люди высказывали в адрес одного из жильцов дома. Штаб Западного военного округа намерен представить республику к участию в федеральном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию проведения призыва в армию. В Карелии успешно выполняют планы военной призывной кампании, уделяют много внимания подготовке молодежи в предстоящей службе. Карельские школьники проходят учебные сборы, а мероприятие профессии настоящих мужчин ознакомит выпускников школ и студентов с условиями поступления в ведомственные и военные вузы. Поэтому в республике очевидна заинтересованность в деле военно-патриотического воспитания и подготовки призывников. 4 ноября в День народного единства в Карельской столице пройдет митинг-концерт в честь праздника. Его организуют региональное отделение молодой гвардии при поддержке правительства Карелии и Петрозаводской администрации. Митинг начнется в 2 часа дня с торжественного поднятия государственного флага и исполнения российского гимна. А на концерте прозвучат патриотические песни народов России и Карелии. Завершится мероприятие массовым исполнением карельского танца круга, напоминающего русский хоровод. Митинг пройдет в сквере возле Дворца творчества детей и юношества на улице Красной. Сегодня в Национальном музее Карелии открылась выставка «Сордвал Сердобаль Сартовала». Автор концепции и дизайн проекта выставки – научный сотрудник Национального музея Михаил Донков. Выставка состоит из трех экспозиционных разделов «Путешествие в прошлое», «Тайна камня» и «Великие имена». Материалы выставки рассказывают о временах, когда Северное Приладожье осваивали древние люди, об административном становлении этого края. Посетитель увидит археологические артефакты, узнает о средневековом городище Паасун-Вуаре и загадочном Никольско-Сердобальском погосте, познакомится с гербом города Сордвал. С 1811 года Сердобаль относился к Великому княжеству Финляндскому в составе Российской империи, а с 1918 по 1940 годы – к независимой Финляндии. Сегодня жизнь города во многом связана с безлежащими Санкт-Петербургом, Валаамом и Финляндией. Не случайно пограничный город на перекрестке туристических маршрутов называют своеобразными воротами для гостей из стран Скандинавии. Таким был четверг в Карелии. Я, мои коллеги, прощаемся с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова